Научить каждого. В офисах регионального информационного центра Ульяновской области устанавливают терминалы оплаты коммунальных услуг нового поколения. По мнению руководства компании, многофункциональные мониторы помогут справиться с потоками людей, желающих оплатить коммуналку. Ввод данных для оплаты довольно простой. В соответствующем окне достаточно ввести свой домашний адрес или номер лицевого счета коммунальных платежей. После чего вся информация по задолженности появляется на экране. Далее необходимо оплатить услугу. Если возникнут сложности, на помощь придут волонтеры. Цель компании – научить население оплачивать коммунальные услуги самостоятельно. Дополнительно аппарат оснащен функцией онлайн-приемная. То есть, если у вас возникли какие-то вопросы по платежам, вы заходите на кнопку онлайн-приемная, вводите свой номер телефона, вам выдается чек и через пару минут с вами связывается сотрудник из нашего колл-центра и дает вам подробные рекомендации, какие есть у вас вопросы. Однако большое количество плательщиков составляют люди пожилого возраста. Они, как правило, туго осваивают новые электронные гаджеты. У кого-то проблемы со зрением, кто-то плохо ориентируется в пространстве. Для этой категории граждан сохранят работу привычные кассы. Также современные терминалы принимают только безналичную форму оплаты. Такой способ может быть также затруднителен для людей серебряного возраста. Хочу сказать, что, кто не знает, теперь в едином окне у нас, в каждом окне, человек может и передать показания, и оплатить, и получить консультацию. То есть раньше у нас были разделены эти потоки, да, то есть надо было за консультацией в одно место стоять, заплатить в другое. Сейчас мы этот режим, график работы поменяли, и теперь можно в одном окне получить все услуги. Это нам позволило ускорить обслуживание клиентов примерно на 35%. Новый терминал осмотрел губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он выразил сомнения в его эффективности. По его словам, компания должна выработать систему комфорта и качества для платежщиков. Чтобы в центрах РИЦ были не только кассовые окна, но и зоны комфорта, детские уголки, телевизионные мониторы и более расширенные пространства, так как очереди людей длинной змейкой выстраиваются уже с улицы. В зимний период это недопустимо. Но устранение проблем и доработок качества руководству РИЦ глава региона дал две недели. Если мы увидим, что ничего не поменялось, несмотря на открытие дополнительных окон, несмотря на желание приобретать вот эти терминалы, несмотря на то, что нужно открывать новые пункты, несмотря на то, что вы выстраиваете отношения с МФЦ и многие другие, то тогда соберемся и будем понимать о том, что нам нужно будет здесь заводить других операторов. Начальство регионального информационного центра ответило на критику кратко «Будем работать». Напомню, оплачивать коммунальные услуги в кассах РИЦ удобнее всего в наименее загруженные периоды месяца. Это с 1 по 5, с 15 по 20 и с 27 по 31 числа календаря. Взяв на заметку такую нехитрую информацию, вы, скорее всего, избежите длинных очередей на оплату ЖКХ. Антон Никонов, Артем Куранов. Новости Управда ТВ.